Год русской культуры для художественного музея Арт-Донбасс ознаменовался множеством проведенных переговоров с региональными организациями Союза художников, учреждениями культуры и искусства Российской Федерации, города Москвы, Санкт-Петербурга, Чехова и других, о дальнейших планах сотрудничества. Всего подписано 23 соглашения о партнерском сотрудничестве. Так, к примеру, в Арт-Донбассе состоялось открытие выставки «Самый русский из русских писателей Николая Лесков». К 190-летию, со дня рождения замечательного русского писателя Николая Лескова, мы представляем небольшую экспозицию из фондовых работ, которые находятся в нашем музее. И тема единая, посвящена Орлу, где жил и работал Николай Лесков, и его замечательным героям рассказов, романов, которые наши художники изобразили. Выставка «Самый русский из русских писателей Николая Лесков» — это совместный проект художественного музея Арт-Донбасс и Орловского государственного литературного музея Тургенева в рамках партнерского сотрудничества. Вообще с большой благодарностью вот к нашим коллегам из Российской Федерации мы очень тесно поддерживаем отношения с литературными музеями. Именно после посещения вот этих русских литературных городов, приезжая домой, мы берем в руки книги и заново перечитываем и Тургенева, и Есенина, и Лескова. Я хочу обратиться к вам с приветствием от имени всех сотрудников Орловского объединенного государственного литературного музея Тургенева, и особенно от своих коллег, сотрудников единственного в России музея Лескова. После одной из поездок, которая была в 2018 году, тогда мы проводили конкурс по произведениям Ивана Сергеевича Тургенева, мы посещали филиалы Орловского объединенного государственного музея Тургенева. И вот один из музеев – это дом-музей Николая Лескова. Ребятам посчастливилось на пленэре сделать работы, которые вот тоже сейчас входят в фонд нашего музея. А вот к 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда «Арданбас» представил для посетителей выставку графики художника Александра Эдуардовича Блэка «Город над Вольной Невой». Это графические работы, которые в свое время были подарены Государственному центральному музею истории России в городе Москва. Наш музей дружит, сотрудничает с этим музеем. Были подписаны соглашения о проведении данной выставки, и вот в течение трех недель жители Донецкой нашей республики смогут познакомиться с уникальными историческими зарисовками одного человека, который пробыл всю блокаду в городе Ленинграде. Когда мы с коллегами из музея «Арданбас» обсуждали возможные проекты, мы подумали, что вряд ли кто-нибудь лучше, чем жители Донецка и Донбаса в целом, поймут всю ту пронзительную правду, которая скрывается в графических работах Александра Блэка. Александр Блэк не просто художник, это очевидец, который провел первые несколько лет в блокадном Ленинграде. Каждое из его произведений – это не просто графическая работа, не просто произведение искусства, это исторический источник пронзительной силы и правдивости. За каждым изображением скрывается один из тех трагических моментов, в котором полна была жизнь осажденного города, который, тем не менее, даже в условиях голода и блокады продолжал жить, бороться и воевать. Всего «Арданбасом» было организовано и проведено более 70 выставок, которые были представлены не только в его стенах, но и в музеях России. Екатерина Николаевна, расскажите о поездке в Пятигорск, чем она ознаменовалась? Вообще, это первый такой выезд, серьезный, с художественной выставкой в Ставропольский край. И нам очень приятно, что поддержала нашу идею Министерство культуры Ставропольского края. И именно в одном из старейших музеев, Государственном музее, заповеднике Лермонтово в Пятигорске, мы представили выставку. Выставка «Краски степных феликанов» состоит из 26 акварелей, созданной художниками Донецкой Народной Республики. По-особому отбираем вот эту экспозицию, чтобы, наверное, нагляднее представить о сегодняшнем дне художника. Как все прошло, какие впечатления остались? О, это, конечно, была прекрасная поездка, потому что такая тема, ну, с одной стороны, Донецкие акварели и горы рукотворные и нерукотворные. То есть наши Донецкие горы, можно сказать, рукотворные наши терриконы. И, как ни странно, наверное, нашим зрителям покажется тоже это забавным, именно забавным, что не все знают это слово терриконы. Так что можно сказать, что у нас была некоторая просветительская миссия к тому же. И нерукотворные горы – это горы Кавказа. И вот мы знакомили художников, посетителей и, конечно, музей, в первую очередь, вот с нашими Донецкими горами и Донецкими акварелистами. На ней можно увидеть один из главных символов шахтерского края – это терриконы. Также заповедные места, парки и достопримечательности Донбасса. Помимо этого, в 2021 году художественный музей «Ард-Донбасс» с видеороликом «Довоенный патефон» стал победителем конкурса «Раритеты Великой Победы» в номинации «Культурное наследие». Очень интересно всегда находить новые формы работы. И вот этот режим онлайн, который не прекращается, позволяет очень многим культурным институциям рассказывать о своем наследии, о своих фондах, о своих коллекциях. И Центральный музей Победы вообще делает очень такую большую работу по восстановлению исторической правды об истории о Великой Отечественной войне и предлагает очень интересные проекты. В данном случае, чтобы объединить музеи, которые находятся на всей территории России, ближнего, дальнего зарубежья, проводятся различные конкурсы. И во второй половине года был объявлен конкурс видеороликов «Раритеты Великой Победы». Созданный сотрудниками «Ард-Донбасса» видеоролик повествует о довоенном патефоне семьи народного художника Владимира Степановича Шенделя. У нас очень много находится его реликвий, домашних. И нам тоже было интересно рассказать и представить. Конечно, участие в таком серьезном конкурсе. И все мы смотрели, просматривали ролики, которые предлагали наши коллеги. Вообще очень интересно, очень разные по замыслу, по построению, по тематике, несмотря на единую тему. И, конечно, ждали итогов, как и все, но вот было приятным таким сообщением официальное письмо о том, что в одной из номинаций «Культурное наследие» художественный музей «Ард-Донбасс» разделил победу с Хабаровским краевым музеем. Мы тоже посмотрели ролик, поздравляем наших коллег и надеемся, что вот это вот сближение через виртуальную сеть поможет нам наладить культурные связи и рассказывать, и как можно больше развивать патриотизм у нашего населения. Также младший научный сотрудник «Ард-Донбасса» Кирилл Калиниченко стал победителем в двух номинациях «Личность в истории музея» и «Виртуальная экскурсия» в Международной научно-практической конференции, которую организовывала Астраханская государственная картинная галерея имени Дагадина. К тому же победителем конкурса «Хранитель года-2021» организованным Тотемским музейным объединением Вологодской области стала главный хранитель фонда в музее «Ард-Донбасс» Светлана Нахлави. На новый 2022 год художественным музеем «Ард-Донбасс» запланированы совместные выставочные проекты с российскими музеями в Брянской, Владимирской, Воронежской, Московской и других областях, а также жителям республики будут представлены выставки из регионов России.